Привет! Как дела? Сегодня в продолжении рассказа о нашей с подругой поездке в феврале 2019 года на северо-восток Англии я расскажу про город Сандерленд. Итак, проведя целый день в городе Даром, к вечеру мы направились на железнодорожный вокзал и поехали в Сандерленд. Наш маршрут состоял через Нью-Кассел, то есть мы должны были доехать до Нью-Кассела и там уже сесть на метро и поехать в Сандерленд. Это, так скажем, пригород Нью-Кассела. Но про Нью-Кассел я расскажу чуть попозже. Это была моя уже финальная точка, а подруга уехала в Лондон после Сандерленда. Итак, как выглядит метро Нью-Кассела я вам сейчас показываю. Мы сели в один из вагонов и поехали в Сандерленд. Ну, я точно не помню, минут 20 ехали. То есть несколько остановок метро. Вышли на станцию, был уже поздний вечер и мы направились сразу в отель, потому что по темноте мы, в принципе, ходить и не собирались. Было часов уже, наверное, 7-8 вечера. Отель мы забронировали на берегу реки Вир, на которой стоит этот город. И нам достался шикарный такой белоснежный номер. Стоил он 39 фунтов, это примерно 3900 рублей. Из расчета 1 фунт 100 рублей. Поселились и легли спать. А на утро мы отправились гулять по городу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сандерленд – это город в английском графстве Тайн и Вир. На побережье Северного моря в устье реки Вир. Он является центром административного района Сити оф Сандерленд. В городе Сандерленд живет более 175 тысяч, а во всей области Сити оф Сандерленд – более 275 тысяч человек. Сандерленд – это крупный порт, в котором располагаются предприятия судостроения, деревообработки, швейной промышленности, производство бумаги, радиотехники и стекла. Вблизи города ведется добыча каменного угля, который вывозится через порт. Итак, выйдя из отеля, мы решили добраться до порта и пошли по стороне реки Вир, на которой стоял наш отель. Дойдя до набережной, мы увидели колючую проволоку. Дальше надо было идти либо вдоль жилых домов по дороге, либо уходить в центр города, так как на набережную входа не было. Все было переплетено забором с колючей проволокой. Видимо, там начинался уже район морского порта. Ну и мы пошли, конечно же, в центр города искать музеи, достопримечательности города. И так вот попали в церковь, которая стоит на берегу Вир. Ну, мы увидели большой, красивый, зеленый металлический мост. Я же люблю все эти металлические огромные конструкции. И он притянул мой взгляд. Мы пошли по направлению к этому мосту, там немножко пофотографировались, посмотрели на реку и увидели церковь. Зашли туда, немножечко посидели, отдохнули и вернулись обратно в центр, так как мы знали, что скоро откроется музей. В 10 часов он, по-моему, открывался. Ну, музей это, как всегда, основной пункт назначения. Если ты едешь в чужой город, тебе надо узнать об этом городе, где? Конечно же, в музей. Он должен был открыться в 10 часов. Но так как именно в эту ночь там произошло какое-то событие, включились все сигнализации. То ли стекло разбили, то ли кто-то проник в этот музей. А там находятся очень дорогие экспонаты с разных времен истории. И не знаю, может быть, кто-то что-то своровал. В общем, к сожалению, в музей в этот день мы не попали. Звучала сигнализация, мы подошли ко входу и нам сказали, извините, сегодня музей закрыт. Ну и рядом с этим музеем находится огромная оранжерея, которая вмещает в себя более 2000 различных растений. В нее мы, к сожалению, тоже не попали. Но зато за этим музеем мы нашли огромный красивый парк. Мы решили прогуляться по этому парку, так как светило яркое солнце, было достаточно тепло. Там же мы перекусили, так как мы еще не завтракали. И немножечко посидели на природе, послушали птичек, посмотрели различные памятники и сами пофотографировались. Поговаривают, что именно в этом парке писал свои произведения Льюис Кэролл. И многие виды из этого парка были отражены в сказке «Алиса в стране чудес». После этого мы решили пойти на другую сторону реки Вир. И проходя мимо магазинчика Charity Shop, я увидела такую вот металлическую доску, на которой было написано Jack Daniels. Я вам ее уже показывала и рассказывала, что мама собирает все бутылочки и все, что связано вот с этой надписью Jack Daniels. Вот прямо ей эта надпись нравится. Я увидела ее, по-моему, она стоила 4 фунта. Она зашла и купила ей как бы в подарок. Теперь она красуется у нас на кухне во всей маминой коллекции Jack Daniels. Ну, об этом я уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Перейдя через мост, мы направились в сторону музея стекла. И по пути нам встретилась небольшая церквушка Святого Петра. Мы увидели огромную плиту с надписью «674 год». Оказывается, первые поселения в окрестностях Сандерленда существовали еще в эпоху Неолита. Когда римляне завоевали эти земли, на территории современного города существовал небольшой кельтский поселок. И свою современную историю Сандерленд начинает как раз-таки с 674 года, когда англосаксонским населением здесь был основан монастырь Вермуджеру. Нынче это церковь Святого Петра. Вот так вот она выглядит. Нам удалось ее снять снаружи. Конечно же, внутрь мы не попали, все двери были закрыты. Возможно, она открывается по каким-то дням. Ну, мы решили пойти дальше. Музей стекла называется «The National Glass Center», то есть «Центр национального стекла». Именно здесь Бенедикт Бископ представил британцам французского стекольщика, который должен был научить британцев создавать стекло именно для витражей и окон. Производство стекла стремительно стало развиваться в 18 веке с помощью добычи очень дешевого угля и высококачественного песка, привезенного в Британию. Стекло Сандерленда обрело популярность среди британских жителей. И действительно, когда мы зашли в этот центр, мы увидели огромное количество различных вазочек, тарелочек, чашечек, статуэток, картин. Все это было так интересно рассматривать. Внутри каждого стеклышка был создан какой-то рисунок, а также из стекла были созданы различные формы. Мы нашли и улиток, и колокольчики, и березы наши русские, и много-много всего интересного. А потом мы увидели, что проходят семинары о том, как создаются вот эти вот вазочки, как плавится стекло и как воссоздаются вот эти вот формы. И мы узнали, что следующий семинар состоится через полчаса. Мы решили подождать и пошли посмотреть создание знаменитого стекла в Сандерленде. Вот как это было, вам показываю. Девушка, видимо, наследница семейного бизнеса по производству стекла в Сандерленде, работала с формой, создавая из стекла небольшую вазочку. А мужчина, возможно, это был ее папа, рассказывал, что зачем следует, зачем надо обжигать, и как из обычной капли стекла создается форма вазочки. Ну и в конце, когда она уже создала эту форму, они насыпали в эту вазу семечек, и из нее посыпался попкорн. Мы даже смогли его попробовать. Вот с какими температурами они работают, и насколько горячей была эта ваза, что из обычных семечек получился попкорн. После посещения музея национального стекла моя подруга уже пошла к автобусу, на котором она уезжала в Лондон. Я пошла ее проводить, сошла в Теско, купила курочку и направилась уже в свой отель отдыхать, ложиться спать и готовиться к поездке на следующий день в город Нью-Кассел. Так как мой отель находился достаточно далеко от центра, мне пришлось идти туда около 40 минут. Уже начинало темнеть, и мне нужно было добраться до темноты, так как я не знаю ни города, ни того, какие люди тут живут, и что можно ожидать. Но дойдя до отеля, я его уже нашла, приметила, он находился на берегу моря, и я решила спуститься на пляж, там покушать. Ну и, естественно, поснимала себя на видео. Вот как это было, вам показываю. Ну что, я на море ем курицу, среднесенную, и чипсы. Вот и вся моя еда на сегодняшний вечер. Обожаю море, обожаю маяки, обожаю песочные пляжи. Это все самое любимое место препровождения для меня в любой сезон, в любую погоду. Ну и немножко отдохнув на пляжу, я направилась в отель. Комната мне досталась шикарная, типично английская, с вот этим вот пятиугольным окном, с видом на дорогу. Я закрыла все шторки, приняла душ и легла спать. На утро встала и спустилась к завтраку, так как в оплату за мой номер был включен завтрак. Номер, кстати, стоил на тот момент 34 фунта. Это около 3400 рублей. Когда я зашла на завтрак, все было оформлено в таком морском стиле и видно такая дизайнерская рука, картины морские висели, там маяки какие-то, фонарики, в общем, все, ну, как будто в какое-то такое атмосферное место я попала. я долго не могла найти, кто же меня обслужит и куда мне обращаться. Потом увидела мужичок, который, в принципе, и содержит этот отель, ну, такой дедушка уже, и там потом я еще и жену его встретила. Он там жарил завтрак и спросил, что ты хочешь на завтрак? Я говорю, он фулл брекфаст. Фулл брекфаст означает, вот, что вы видите у меня на столе? Это яичница, и бобы, и сосиски, бекон, томаты, и гренки. Гренки я у них очень люблю, кстати. Ну, и также апельсиновый сок, какой-то джек к чаю, кофе. Он спросил меня, откуда я, я сказала, из России. Он что-то начал мне рассказывать, даже про Санкт-Петербург. И я говорю, я как раз оттуда. Он говорит, да вы что! В общем, был рад меня видеть. После завтрака я собралась и отправилась на станцию метро, которая находилась достаточно далеко от того места, где я ночевала, и мне надо было дойти до нее, ну, не знаю, минут 20-30. Естественно, я всегда хожу по GPS-навигатору, так как я город не знаю, куда мне надо, ставлю точку и иду туда. Туман заволок весь город. На расстоянии 10 метров уже ничего не было видно, и я практически шла вслепую. Какими-то узкими дорожками я боялась, конечно, потому что было раннее утро, видимо, воскресенье, людей вообще не было. Одна машина в час где-то проезжала, и я куда-то шла. Вдруг вижу, передо мной выплывает яхта прямо по дороге. Оказывается, там она стояла на каких-то лесах. Видимо, ее привезли ремонтировать или красить, не знаю. В общем, я сначала так протерла глаза и думаю, мне уже мерещится что ли. Нет, яхта стоит посреди улицы между домов. И в итоге где-то посреди поля была железнодорожная станция. Ну так, примерно как наши электрички ходят. Небольшая платформа и один стол. Там я в электронной кассе кое-как купила себе билет и отправилась в город Нью-Кассел. По дороге, так как все еще было в тумане, где-то на горизонте сквозь туман всплывали силуэты лошадей, овец, что-то на ходу поезда я, конечно, попробовала поснимать. Вот вам показываю единственное, что у меня получилось. И вот так вот рано утром я уже приехала в город Нью-Кассел, о котором я вам расскажу в следующий раз. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова